Всем привет! С вами Прия! Сегодня почитал различные обновления касательно ПТРа, там установили опять новые билды и опять же изменили раскачку артефакта. Рассмотрим его вновь, глянем что интересного и не очень внесли последние изменения. Итак, как мы прекрасно знаем, сейчас ветка талантов артефакта выглядит так и последним талантом качается наша любимая двадцаточка и всего мы получаем число в 54. Открываем ПТР версию вовхеда касательно прокачки нашего артефактного оружия и видим небольшие изменения. Они на первый взгляд незаметные, но все же. Начнем раскачку потихоньку. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, 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 два, три, раз, два, три. То есть все это дело прокачиваем потихоньку. Все, 34 у нас есть. Теперь этот талант качается только на единичку. То есть дается 10% брони. У дамагеров это получается 5% дамага, у хилов там сколько процентов от хила дается? 5, насколько я правильно помню. Обусловим все этим числом. Прокачиваем 35-й и наши ранги, которые раньше имели 3 из 3-х, к ним добавляется бонус. Еще один. Внимательно смотрите за тем, сколько нужно артефактной силы. То есть, ясное дело, изначально мы вкачаем правый талантик, который дает нам, можно сказать, ту прибавку в статах, что мы получали при прокачке старой нашей 20-точки. Да, мы вкачиваем ее, разумеется. Далее уже требуется по 10 миллионов. Ну, скорее всего, мы опять же будем развивать правую нашу цепочку, верно? Далее уже 24,5 миллиона. Это повышение дамага от бесплатного реванша. Типа, а, ну это интересная, кстати, вещица такая, я бы вам сказал. Бесплатный реванш у протваров прокает при парированиях или уклонениях атаки. Ну, интересно, да, хорошо. Далее, это что-то интересное. Вот, и дальше мы можем вкачивать 50 талантов. Вот. Суть в том, почему-то сейчас неправильное отображение. Но все же, давайте раскачаем для начала вот эти вещицы, чтобы нам как-то нагляднее на это все было смотреть. Угу. Да, отлично. Отображение полностью неверное. Вот. Вот, вот только теперь оно пошло верное. А если его откатить, то нет, не прокатит. В общем, смотрите внимательно. Ваши способности с некоторой вероятностью могут запустить эффект Concordance of the Legion Fall. Legion Fall, слово известное, падение легиона. Concordance не очень-то, если честно. В общем, запустить падение легиона, будем ее так называть пока что. У меня нет точного перевода моей знания английского. Замечательный, как вы могли уже узнать. Повышающий ваш основной стат на 2 200 на 10 секунд. Раскачаем еще на один ранг. Получаем 2 400. Еще 2 600. Еще 2 800. Вы внимательно смотрите, сколько нужно артефактной силы для прокачки и насколько она увеличивается. Тотальное количество артефактной силы, которое требуется для артефакта, написано вот здесь вот, белыми цифрами. Качаем. Я потихоньку кликаю по одной. Это будет долго. Если хотите, можете ускорить там для себя этот момент. То есть, уже это, ну видно, да, сколько требуется. А, в принципе, одинаковое количество артефактной силы требуется. Смотрите. Видите, то есть, 4 300. Ну-ка, а начиная с какого это требуется? Так. Так. Ага. Начиная с 13 ранга требуется одинаковое количество артефактной силы вплоть до, интересно, какого же. Прокликиваем. Вплоть до конца. Пока что. В конечном счете мы получаем повышение основной статы на 11 800 на 10 секунд. Возможно, это значение когда-то станет больше, возможно, когда-то меньше, может, еще что-то поменяется в раскачке артефакта. Но, все же, 180 миллиардов артефактной силы. Напомню, что в 7.2 завезут новые знания, так что, как только вы зайдете в среду, когда будет установлен патч 7.2, не забудьте поставить изучение знаний артефакта, чтобы как можно быстрее их получить. То есть, сейчас у нас максимальное знание, это 25-е, будет 40-ое. 15 знаний равно 75 дней изучения. Думайте сами, либо вам с самого начала сидеть и фармить миф-плюсы. Фармить только утробу не получится, потому что, как я уже говорил в различных прошлых видео, кое-что в этом плане изменит в плане распределения артефактной силы. Да, то есть, фармить миф-плюс либо изначально, при 25-ом, там, 26-ом знании, так постепенно фармить, фармить, фармить и фармить. Либо дождаться уже 40-ого знания и только тогда фармить. Но второй вариант, по мне, считается более глупым, и фармить нужно реально с самого начала. Как мы можем видеть, у самого вот этого последнего таланта, который мы будем раскачивать, у него есть параметр rppm. Что это значит? Это realproc per minute. Проки в минуту, по-русски говоря. Здесь мы видим 1.4. То есть, тут нужно с математической точки зрения подойти. Грубо говоря, мы получим полтора прока в минуту этого бафа. Как бы так рассчитать-то это дело. А, ну точно, нам нужно секунды поделить на реальное количество проков. Поделив 60 на 1.37, мы получаем число 44. Это значит, что примерно раз в 44-45 секунд мы будем находиться под действием этого эффекта. Теперь подумайте, какие ваши бурст-способности имеют кулдаун в 45 секунд. Таких нет. Не, наверное, какие-то маленькие есть как вариант. Может, боевой крик у варов. Допустим, фури, насколько мне известно, его можно откатить. Также, наверное, используют такой аксессуар, как «Сеприкосновение судеб». Это часики с Алисанды. Возможно, тоже вы сможете какие-то свои бурсты откатить до момента прока этой особенности артефакта. Так что тут уже думайте сами. Как, что, зачем, для чего, почему. Пишите свое мнение касательно этого. То, что много ли нужны артефактные силы, или это же все-таки нормально, и рано или поздно мы выформим. Но, как можно видеть, уровень артефакта в текущий момент это 101 на ПТР версии 7.2. Ранее нам предлагали 81-й, потом что-то 60-й, сейчас вообще 101-й. В общем, я не знаю, сколько еще будет видео касательно этого, но о любых изменениях артефакта я буду что-то делать. Вот если же у вас есть какая-то информация, само собой пишите. Все-таки, как-никак, артефакт это наша самая главная составляющая в Легионе. Счастья вам, здоровья, легендарок побольше. И всего самого-самого хорошего. До встречи. Продолжение следует...